Мы с вами уже говорили о различных ипостасях архитектуры. Мы разбирали, что архитектура может быть своего рода текстом художественным, с мемориалом Эзенмана. Разбирали примеры, когда произведения искусства и архитектуры были текстом критическим. И сегодня же я бы хотел показать то, что архитектура наделена своего рода экспрессией, причем может выражать экспрессию даже в ее пиковую форму. Поэтому я не случайно подобрал именно такую тему. Ну, понятно, что более сниженные по полусу формы экспрессии у архитектуры были всегда в той великой форме. Однако, если верить к тому же Вальтер Бенниевну, одному из крупнейших исследователей искусства начала 20 века, он отказывал архитектуре в зашкаленной форме экспрессии. Если вы посмотрите на историю архитектуры, то древнейшие постройки, да и постройки античности, в большинстве случаев демонстрировали идею величь. Особенно это наглядно на триумфальных архах римских, которые воздвигались в честь чего бы то ни было событий, какого-то императора. И здесь, конечно, тоже речь нужно ввести о эмоциях. Такие произведения искусства оказывают психологическое воздействие. Но, в общем-то, эмоция это достаточно отстраненная. Эмоция и, так скажем, круг этих эмоциональной сферы, ее разнообразие, ну, не слишком разнообразно. Христианские храмы, так как мы ведем речь, прежде всего, естественно, об архитектуре Европы, христианские храмы привнесли в архитектуру нечто новое. Особенно это касается ранних христианских храмов и романики. В них важнейшую роль начинает играть сопоставление затемненного пространства и луча света. То есть, небольших окон, окна там, как правило, крайне маленькие, из которых светствующееся в полностью темное пространство, конечно, обладало определенной экспрессией. Именно в этом была экспрессивность этих зданий. Если вы знаете по святоотеческой литературе, то Бог в христианской мысли, единственная его зримая ипостась – это свет. И, соответственно, подобные кунштюки в области архитектуры были направлены на притворение идеи присутствия Бога в их храме. Это можно наблюдать даже с самых первых христианских храмов, которые относятся еще к первому-второму веку новой эры. Некоторые из них выкладывались из темного кирпича, абсолютно черная постройка, в которой единственной формой, за что мог зацепиться глаз, был луч света, проникающий в нее. Следующий группный этап в архитектуре – это готика. Он, наверное, наиболее экспрессивен из всей архитектуры до 20-го столетия. И, тем не менее, эмоция его тоже достаточно ограничена. Это эмоция подъема. Эта эмоция направлена на полет души по направлению к небу, по направлению к Богу. То есть, если романика – это некое выражает идею отшельничества, аскетизма, то здесь – это именно мистический порыв. Совсем другая концепция. Минуя несколько архитектурных стилей, покажу вам лишь классическую эстетику, который, как вы, наверное, знаете, по литературе и драматургии, в конфликте между чувством и разумом утверждался, безусловный, диктат разума. Разум должен был восторжествовать, именно с разумом отождествлялся человек. И в данном случае эти постройки, если и несут определенную эмоцию, то, конечно, эта эмоция весьма и весьма отстраненной является. Это созерцание. Это созерцание, причем, как вы видите, на вот этот классический пример классицизма, простите за топтологию, да, это Люду у нас, и его постройка. Здесь рационализм господствует просто во всём. Идея полностью обозреваемого пространства, кстати, тогда же появляется концепция паноптипона бентама, такого здания, такой идеальной тюрьмы, да, круглой тюрьмы, в которой в центре находится башня, и всего один человек может обозревать абсолютно все камеры, потому что они все выходят в сторону башни сквозные, да, не просвечиванные. То есть укрыться в ней негде, и поэтому всего один человек может обозревать одновременно всех находящихся в огромной тюрьме. Это не только был концепт, то есть такие постройки действительно реализовывались. Что же касательно XX века, то в нём появляется в архитектуре, конечно, совершенно иная эмоция, совершенно иной тип экспрессии, и любопытно то, что он связан прежде всего с нашей страной, потому что первое появление зашкаленной эмоции в архитектуре – это, конечно же, советский конструктивизм. Ну, здесь не нужно от нашего местоположения далеко ходить, да, достаточно 50 метров пройти вот в ту сторону, и ещё там 150 чуть-чуть завернуть, да, чтобы увидеть древо вот этих постройок. В одном случае это Морозовский особняк, да, это у нас конец XIX века, и башня Мост Сильпрома, выстроенная уже после советской революции. Прошу обратить внимание, что Мост Сильпрома само здание более странное, да, речь идёт именно о башне, то есть башня достраивалась к этому дому. Понятно, что оба произведения похожи, одно фактически цитирует другое, вот, но совершенно упраздняя всю деталировку. Да, в одном случае самая важная – это детали, в другом случае самая важная – это самоважня. То есть упраздняется всё, остаётся только архетипическая вот эта составляющая. Мы об этом с вами говорили, о разнице между модерном, да, и модернизмом. Модерн, по сути, модернизм соскабливает с модерна все украшательства. Здесь вот просто отличный пример, да, того, как будто бы с этой башней Морозовского особняка полностью соскоблены все её декоративные элементы, и экспрессия усилена до предела вонзающимися в небо вот этими пиками этой башни. Я не случайно заговорил об этой башне, потому что именно это произведение становится едва ли не первым зданием агитка. Если вы обойдёте с обратной стороны, да, посмотрите, то оно будет расписано рекламой, рекламой аутентичной, рекламой советской эпохи, где нарисованы слова Майковского, да, известные «Нигде гробе, как в Мосте и Проме». И, соответственно, можно было что-то там приобрести. Что можно было приобрести, тоже описано. Достаточно классический пример такой раннесоветской рекламы. И здание выступает в качестве такого лозунга. Эта концепция будет притворена и далее в конструктивистских постройках. Вот я люблю вот такой дом. Это Кировский райсовет, это Санкт-Петербург. А постройка Троцкого не того Троцкого. Троцкого архитектора. Опять же, обратите внимание на здание. Здание превращается в своего рода лозунг. Огромная постройка, башня пристроена, собственно, к зданию райсовета, на которой вверху закреплен символ новой Советской Республики, где все, возвышающиеся над этим офисным, по сути, зданием. То есть, как бы идея, господствующая над человеком. Идея, которая возведена в рамках чего-то сверхзначимого, сверхценного. То есть, это эталонный пример на возмет архитектуры отчуждения человека от него основы. Здесь уже не ставится во главу угла не человек, не ставятся во главу угла какие-то религиозные ценности, которые в той или иной степени связаны с человеком. Здесь ставится достаточно абстрактная идея блага. Причем, благо, которое растут когда-нибудь там. Архитектура наделяется эмоциональной сферой любопытно и в литературе. В меньшей степени, в XIX веке, там этим, так скажем, грешил Алан По прежде всего. Но опять же, если вы обратитесь к По, то вы обнаружите, что не сама архитектура наделяется некой зашкаленной эмоцией, а те события, которые с ней связаны. Архитектура может демонизироваться, если там либо когда-то что-то страшное происходило, либо там в перспективе что-то должно произойти. А не то, что само здание становится унифестацией какой-то эмоции. Отчасти это происходит в произведениях Лапкорта, но опять же, в произведениях, которые возникают в одно и то же время с той архитектурой, которую я вам сейчас показываю. То есть, это речь идет именно о печати времени, о письме в понимании Ролана Бахта, а не о том, что кто-то предшествовал к музыке. Ну вот еще покажу несколько примеров отечественного конструктивизма, наиболее, наверное, показательных. Здесь тоже далеко нам не нужно из данного места ходить, чтобы посмотреть дом архитекта Мельникова, своего рода бочка диогена, замыкающая пространство на самом себе. Опять же, архитектура, обладающая крайне отчуждающими свойствами и совершенно колоссальным эмоциональным покровом одновременно. или его знаменитый гараж Восклара. Это очень более поздняя настройка. Совершенно не чуждой архитектуры прошлого формы. Здесь это либо колесо истории, либо даже это же гараж, это в полном смысле цинка, колесо. Только это колесо, взятое уже в иной ипостаси, в апостаси архитектурного образа. Это и колесо фортуны знаменитое, и колесо истории, и колесо футуристическое, фортуристическое, колесо направленное вперед в будущее. Однако это были лишь предтечи тех трех произведений, о которых я бы сегодня хотел поговорить. Я выбрал всего три памятника. Каждый из них принадлежит выдающимся разным архитекторам, причем разным и по времени их жизни. То есть мы поговорим о первой половине 20-го века, о середине 20-го века и о 21-м веке. Причем совсем-совсем в новом памятнике его авторы получили Бицкеровскую премию в этом году. То есть это главная награда области архитектуры, она в Нобелевской премии. В других отраслях, в области. Таким образом дойдем до самых-самых новых памятников. И поговорим в связи с следующей идеей. С идеей зашкаленной эмоции, с идеей экзистенциального ужаса. Он же трепет или страх. Эта идея получила широчайшее распространение в искусстве 20-го века. Часто ее приписывают в философии, но в большей степени, конечно же, она популярна через литературные и театральные произведения. Возможно, прежде всего, двух писателей. Это Альбер Камюн, получивший Нобелевку по литературе, и Жан-Поль Сарт, который во многом является еще и философом, однако мировую славу ему, конечно же, принесли его литературные образы. Для кого? Что же это за такой ужас? И может ли он быть отражен в архитектуре? Идея ужаса в экзистенциализме не дождественна боязнь. Понимаете, страх – это одно дело. А экзистенциальный ужас – это нечто совсем иное. Это ужас, на который обречен каждый человек перед лицом смерти. И в экзистенциальной философии и литературе он понимается не как нечто негативное, а как огонь очищающий. Когда сгорает все лишнее, и человек в какой-то катастрофической ситуации собственно осознает свои приоритеты. Он осознает, что для него действительно важно, а что нет. И более того, человек только в такой момент может совершить поступок. Не действие, он является в данном случае не актором, тот, кто совершает акт действия, а именно сознательным субъектом, который может совершить поступок. И этот поступок и создает его самого. До поступка его просто не существует. И интересно то, что подобные же взгляды, реализованные в архитектуре, со всем блеском возникают задолго до произведения Каню и Сарт. Но понятно, что к экзистенциализму были свои притечи, и называют даже все равно Херкегора. Это 19-е столетие. Однако, то, что я вам сейчас покажу в архитектуре, скорее ближе к Каню, к Сартр, к его рассказу «Стена» с автора, или к пьесам Каню. И первое произведение, которое мы с вами рассмотрим, будет авторство выдающегося архитектора, одного из основателей современной архитектуры, как таковой, его звали Людвиг Мисс Фандерроа. Некоторые, когда читают эту фамилию, говорят, что человеку очень не повезло по жизни быть такой сложно запоминающейся фамилией, но я вас огорчу, это псевдоним. На самом деле, его звали Людвиг Мисс. По рождению он Мисс, но так как Мисс в немецком – это в том числе и неудачник, то понятно, что, в общем-то, быть архитектором с такой фамилией было не здорово. А во-вторых, это человек абсолютно без образования, в смысле совсем, он закончил три класса церковной школы. И был из бедной семьи, а, в общем-то, вы понимаете, что заказы архитектурные – это очень дорогостоящие проекты, нужно бы, чтобы было какое-то имя, связи. И через какое-то количество времени он берет нечто подобное на фамилию из родства по матери и добавляет ван дер, что в немецких странах могло бы быть прочитано как синоним фон варянском. Хотя, на самом деле, в Нидерландах ван дер не обязывает вас видеть во времена. Таким образом, он намекает, в общем, на свое некое ассерихротическое происхождение. Вообще-то мисс Мандероя демонстрировал в течение своей жизни удивительную приспособляемость и иногда беспринципность. И, тем не менее, это человек, который в полном смысле слова сделал 20-й век его лицо, как таковое. Ну, наверное, все вы знаете, Сигрен Вилдинг на Манхэттене. Это первый небоскреб современного типа. Его построил как раз весьма здоровья. То есть, вся вот эта эстетика стеклянных небоскребов, это эстетика созданная этим человеком. Ну, мы с вами поговорим, конечно же, не о Сигрен Вилдинге. Мы поговорим о одной ранней его постройке, которая даже не сохранилась, но она очень важна. Это памятник в честь вождей Спартака Карла Липпнарта и Розы Люсенбурга. Он был создан в 1926 году. И в последующем, естественно, когда к власти пришли нацисты, памятник был уничтожен. Понятно, что национализм и социализм не совместимы, да, а партия. в двух словах расскажу о том, кому посвящен этот памятник. Сейчас, возможно, не все знают, не все помнят, да, все-таки, не в советское время выучились. Так вот, лидеры Спартака это и Роза Люсенбург, и Карла Липпнарт, организаторы ноябрьской революции 1918 года. Эта революция предполагала некий аналог октябрьской революции в Советском Союзе произошедшей. Тоже был разглашен воздух вся власть Советом. Революция длилась восстания с 1918 по начало 1919 года. В 1919 году их стачка была полностью подавлена и очень многие были убиты. В частности, Роза Люсенбург и Карла Липпнарт они были избиты жестоко и в общем-то без суда и следствия просто застрелены. Тело Розы Люсенбург сбросили в реку его нашли только через несколько месяцев и не факт, что даже нашли него оно было слишком обезонтажено. И несмотря на то, что восстание было жестоко подавлено в Германии по-прежнему было большое количество коммунистов, существовала коммунистическая партия и лидеры этой компакции решили поставить в честь этого события памятник, мемориал. Так вот, как я уже говорил, Лиз Ван-Де-Роэ всегда оказывался в нужном месте, в нужное время, собственно, этим преимуществом не занимался, чтобы получить хорошие заказы. И здесь он тоже оказался в нужное время и в нужном месте, не будучи коммунистом по убеждениям, он был на собрании, коммунистическом застолье, где обсуждался новый памятник, который нужно построить в честь героя Спартака. Так как он был, собственно, без особого образования, то манер у него тоже не было. И когда ему показали проект этого памятника, в общем, он начал очень некрасиво смеяться. Прямо в 20 лет. Когда же его спросили, что здесь не так, а там, между прочим, Великим Пик в том числе участвовал. То есть, это один из Спартаков. в этом собрании был. Он отреагировал на это следующим образом. Вы говорите, хотите ультралевым поставить памятник такой, как будто бы они были ультраправы. И эти слова произвели настолько сильное впечатление на этих коммунистов, что они сразу же сказали, а вы бы какой памятник предложили? На что мисс отреагировал следующим образом. Ну, говорит, обычно восставших расстреливают перед стеной, значит, нужна стена. И тут же было решено, что памятник будет делать именно мисс. что же в итоге у него получилось? Тут сложно не вспомнить рассказ «Стена» Сахтха. Действительно, стена как абсолютный предел. Это, естественно, стена смерти. Это не просто отсылка непосредственно к месту. это, наверное, впервые в архитектуре, когда нечто означает свое себя. То есть, эта стена значит стену. И в то же самое время эта стена значит не просто стена. Во-первых, основным условием миссов было то, что эта стена будет выложена из уже руин, из уже использованных кирпичей. То есть, для этого разбирали старое здание, сломанное, и эта стена полностью была выложена уже битыми старыми кирпичами. То есть, это символ прошлого, символ непреодолимый совершенно. Благодаря подвигу этих людей, инициаторов восстания 1918 года, эта стена приходит в движение. Прошлое меняется. И над этим всем господствует советская символика. Видите, звезда разделена на отдельные сегменты, потому что в то время в Германии ни один завод не брался к изготовлению цельниковой пятиконечной звезды. Ее пришлось заказывать по отдельности из пяти рамп. Что, в общем-то, даже хорошо. Что, опять же, намеркает на некую дефоргиментацию. Совершенно удивительный памятник. Памятник, обладающий совершенно колоссальной экспрессией. Памятник, создающийся в то же самое время, что идет в Советском Союзе конструктивизм протечения. Здесь о заимствовании речи быть не может. Более того, такие памятники тогда в Советском Союзе не создавались. Понятно, что вы сейчас можете увидеть подобные памятники, которые были созданы после Второй мировой войны. Но это намного раньше. То есть, на тот момент ничего подобного не было, в принципе. То есть, просто стена, которая надружена совершенно колоссальным символизмом и совершенно потрясающей экспрессией. стена сама по себе чуть ли не сыпется. Это старый кирпич. Она действительно приходит в движение. То есть, она как бы сокрушается, она ломается и над этим всем висит идея, не человек. Человека здесь вообще нет. Человек погиб с твоего этой стены. Понимаете? Есть огромное количество цветов, которые могут быть прочитаны как некий могильный знак. Вот эти памятники активно эксплуатировались советами, немецкими советами. В комфарте в Германии. Вот еще несколько изображений. Это единственное изображение этого произведения. Стена как абсолютный предел. Стена в качестве стены смерти. Подобные отсылки можно будет встретить в творчестве Рогинского, груднейшего русского художника второй половины 20 века, где всегда будут изображаться нечто, на что мы натыкаемся. Это может быть кафельная плитка, это может быть закрытая дверь, это может быть завод. Для Рогинского идея абсолютного предела была тоже очень важна. Хотя понятно, что смысл был совершенно разный. Здесь речь идет как раз о пределе, который должен быть сокрушен во имя, утверждение, концепции блага, которые обещает коммунистическая партия. Урагинского же как раз будет попытка сбежать от невозможности тоталитаризма этой же самой коммунистической партии. Потому что видите, произведение искусства уже в 20-е годы могло обладать совершенно колоссальной степенью экспрессивности языка. Это не просто стена кремля. Это стена, которая в буквальном смысле слову приходит в движение с разных сторон. Я разный ракурс уже показывал. Она будет прочитана по-разному. И там еще здесь видно на ней утвержден флагштоп. Можно же поднимать флаг. Здесь опять же будет некая отсылка возвышающаяся над этой стеной идеи. То есть и звезда, и флаг коммунистический это идея блага. Во имя чего это все создавалось? Идея грядущего блага для всем. Нечто подобное можно найти и в советских произведениях искусства. Вот мне в голову пришел Мельниковский дом культуры. Здесь не знаю насколько хорошо видно. Тут абсолютная грязь, деревянный забор, идущая такая очень скромно одетая женщина от фотографий еще при жизни Мельникова сделала. И огромное возвышающееся над этим всем зданием футуристической формы с надписью школа коммунизма. Школа коммунизма идея опять же господствующая над собственным бытом человеческим. Да, человек здесь не играет никакой роли. Наверное, доведенная до абсурда эта идея могла воплотиться в знаменитом дворце советов, который в Москве замышляли в 30-е годы как самое высокое здание в мире. Именно из-за постройки этого дворца советов был взорван храм Христа Спасителя, иначе было бы никто не трогал. То есть идея была расчистки площади. Именно там строилась одна из самых красивых, самых совершенных первых станций ветру, ныне Гропоткинская работа Душкина. Она называлась Дворец Советов. Так вот как выглядело по проекту это здание. Нереальных размеров высотка с гигантским памятником Ленина на дне. Вот она идея господствующего человека. Если вы обратитесь к трудам слабого Жижика, известного философа современности, то он очень часто пишет об этом, что на советских постройках гигантские скульптуры, олицетворяющие не столько человека, сколько идею коммуниста. В прямом смысле слова попирают реально живущих в этом здании людей. Но не столь масштабно, как Дворец Советов, но это у нас высотка на Красный Прейс. Жилой дом, жильцов которого попирают идея коммунизма. Если она под ногами, то значит он ее выбирает в полном смысле этого слова. Понятно, что это мыслилось не так, но напомню, текст этим и отличается от нарратива. То, что может быть прочитан двояко. Если мы говорим нечто, это значит, что в нашем высказывании есть еще и нечто другое, о чем мы не договорились. Что было прочитано слабой Жижеком вполне определенно. А слабой Жижек он вырос в Солсбурге. Что такое Солсбург он знает отлично. Второе произведение, которое я бы хотел вам сегодня показать, оно принадлежит автору Альдо Росси, человека, которого считают фактически символом постмодернизма Европы. И доброе изведение, которое мы рассмотрим, многие называют едва ли не самым значительным архитектурным строением 20-го века. Оно может по популярности соперничать с капеллой Радбарджани на Грузии. Альдо Росси в своих книгах, их у него две, он прожил достаточно короткую жизнь, есть несколько статей, обе слава есть на русском языке, не приходится читать их на итальянском. Так вот, в книгах своих он рассуждал на тему смерти очень часто. Его всегда завораживала концепция Данте в том, что Данте удалось описать в Божественной Копедии таким образом структуру ада, чистилища, рая, как будто он действительно там побывал. Для него это был эталон архитектуры как таковой. То есть создать будущее, то есть ту постройку, которой еще нет, таким образом как будто она является прошлой. Вот это ключевая, наверное, мысль для постмодернизма. Росте с одной стороны читать книжки я всем советую, потому что они читаются просто как журнал, то есть это очень легко. Но если в это погружаться, ты понимаешь, что это есть сложнейшая философия постмодернизма. Она не апеллирует с помощью выверенных логических построений. Это просто поток мыслей, рассуждения об этом, об этом, об этом, но в итоге ты понимаешь, что на самом деле это очень сложная гибкая структура, которая связывает по сути все и вся. И ключевая идея, которую я уже показал, это попытка построить будущее таким образом, как будто бы оно являлось прошлом. Этим отличается принципиально постмодернизм от эклектики. То есть эклектика это просто собирание воедино различных стилей прошлого, без привязки к какой-то концепции. Но вы отлично это знаете по сталинскому ампиру, что такое эклектика. что-то от римской архитектуры, что-то от ренессансной архитектуры, что-то такое, чем угодно еще. Например, самый крупный оперный театр у нас в стране, самая большая сцена оперная на стране, новосибирская опера, которая была построена в 45-м году. Можете себе представить, в течение всей войны день не шли постройку гигантского театра. Потому что на всякий случай, если все до Урала потеряем, то мы себе смысл новой столицы. Именно 9 мая 45-го это здание было сданочек позже. Открыто опера Иван Сусанин. И вот это здание выстроено точно по типажу классической византийской базилики. Христианской базилики. Но оно все украшено естественно советской символикой римские колонны и так далее. Оно представляет собой классический пример заимствования вырванного из контекста. Это близко с постмодерном. Но это немо. Почему? Потому что нет этой идейной связи, которая должна прошить это произведение изнутри. То, что есть во всех постройках Росси. Росси построил очень мало. Он прожил достаточно короткую жизнь. И любопытно, что в каком-то смысле он ее предсказал. Он в одной из своих работ пишет, что человек к 30 годам должен либо создать что-то выдающееся, либо начать создавать это выдающееся. Окончательно магнум последнее произведение. Примерно в 28 лет он пишет свою книгу «Архитектура города», которая станет едва ли не ключевым пособием во всех архитектурных школах мира, даже в Соединенных Штатах. А спустя 30 лет, чуть больше, он погибнет в автокатастрофе. Ему было 66, по-моему. Его архитектурная карьера именно столько, сколько он строил, примерно равна ему на 30 годах. Не то, что он создал нечто выдающееся в 30, хотя создал свою первую книгу, он тогда еще ничего значительного не построил. Как правило, архитекторы сначала теоретизируют, ну, заказы-то, надо же заказ выиграть, получить, сначала заказы уже на трендерии, а книжку можно написать. То же самое можно сказать даже о великом Корбюзе, который уже его знал весь мир по знаменитым пяти правилам архитектуры, но в тот момент он ничего не построил, поскольку ничего. Дальше только домик и я бы хотел вам показать пример экзистенциального трепета или страха или ужаса кладбища Сан-Катальна, которое, повторюсь, называют едва ли не самым значительным произведением поскольку не нужно вообще произвести да и в принципе архитектуры. Вы видите совершенно уникальное здание Асуария или Козницы, что более точно, в нашей традиции более понятно. То есть это там, где хранится враг. Это здание сразу же воскрешает в уме какие-нибудь такие кинофильмы вроде «Работка кто?» «Акферия». Такая некая античность, но не данная в ее цитировании, а античность как идея. Это здание связывает воедино все, что угодно. Оно подвергалось ожесточенной критике за самые разные составляющие. Например, кто-то видел в нем просто банально жилой дом в стиле модернистской архитектуры. Кто-то жестко очень критиковал за то, что вся концепция кладбища напоминает фашистский концентрационный лагерь. Кто-то критиковал за то, что здесь недостаточно много фантазии, ибо концепция кладбища усматривалась ее параллель с классическими еврейскими кладбищами. На самом деле действительно рядом по соседству находится и еврейское кладбище, старинное пенское кладбище. Но, как вы уже помните из мемориала Эзимана, чем больше идей, тем лучше. Это произведение, которое впервые становится текстом. Другое дело, что те, кто критиковали это здание, критиковали, видя только одну сторону, вместо того, чтобы увидеть их всех и не предпочесть ни одного. я бы сказал, что Росси это единственный художник в области архитектуры. Его рисунки, его проекты, как отмечают самые серьезные архитекторы, они в какой-то смысле даже совершеннее, чем окончательные построения. То есть сама идея, концепция здания превосходит возможность ее реализации в материале. такие архитектуры, их не так много было, но тем не менее в 20-е веке это Росси. Но речь идет и о том, что это произведение с любой из сторон, в любую погоду, дает совершенно разный образ, именно образ живописный, который отсылает к целому блоку художников 20-го столетия. Но один из них это Парла Харра, знаменитый итальянский живописец 20-го, вот видите тоже кубическая постройка, которую мы не можем определить ее назначение. Что это? Она, правда, не из красного кирпича, а скорее аж кукотуренная, но тем не менее, черный зияющий вход дверь отсылает к входу в косницу кладки с обратами. Так же, как и вот это здание у Кавлакара, где мы не видим, есть и здесь окна в принципе и их нет. Напомню, что окно в большинстве случаев является символом глаз в искусстве. То есть отсутствие окон это смерть, лицо без глаз это череп. Вот еще две работы Кавлакара. Когда мы посмотрим рисунки Росси, вы увидите, насколько это тесно сопрягается одно с другим. Другим источником вдохновения для этой постройки с большой долей вероятности являлись работа Джорджа Д'Кирико. По крайней мере, на Кирико ссылаются очень многие исследователи творчества Росси. Хотя сам Росси в качестве идеала своего всегда говорил о Хоппере. То есть для него именно американский я даже не скажу реализм, потому что Хоппер нечто среднее. Мы безусловно поговорим в конце нашего цикла, когда я подниму вопрос о фантастическом и реалистическом, как они пересекаются между собой. Так вот, если использовать слова самого Росси, доведен не до предела реализм, превращается в эфизию. Который введен по сути до абсурда, реалистичность. Реалистичность данная в таких деталях просто невозможна. этот реализм выходит на уровень идеи. Он выходит на уровень чего-то превосходящего его самая. Так вот, одна из работ Кирика. Для Кирика архитектура в живописи тоже очень-очень была значима. При этом отчуждающий фактор между человеческими существами и архитектурой, в том числе скульптурой, которая превращается в что-то противоположное человеку. Он у Кирика очень большой. Особенно, мне кажется, на кладбище сам Катарь это повлияли вот эти работы. Примерно так же будут выглядеть колумбарии, идущие с двух сторон от кузницы у России. И здесь, правда, эта постройка скорее круглая, но, тем не менее, она тоже из красного кирпича, и в ней сияют черные опуски и глазницы. А вот рисунки Росси, в которых с навязчивой идеей повторяются изображения косницы. В любом контексте. То есть, у него огромное количество таких рисунков, где просто как идея фикс появляется вот это здание. Здание совершенно уникальное, оно не имеет ни пола, ни дверей, ни окон, ни потолка. В каком-то смысле это даже не здание. В нем нет ничего. В нем есть дыры. Сквозные дыры квадратной формы. Внизу это поле библии, которые, по словам самого Росси, прочитываются как прямые перевернутые грозы. вот еще его же рисунки. Это план будущего кладбища, который полностью так и не был реализован. Вот оно. Была построена только его часть. Вот колумбарий, за ним он же и Костница. Вот эта часть реализована. Больше ничего не построено. И еще. Совершенно потрясающие планы у Росси, которые граничат с проектом будущей постройки и высоким произведением искусства, именно живописным произведением искусства. Смотрите, какие колоссальные тени прорисованы. То есть вообще прорисовка теней на проектах у Росси играет очень важную роль. Тяжесть тени приобретает смысл определенный. И посмотрим само здание. Здание действительно напоминает жилой дом. жилой дом в стиле модернизма. Только у этого дома вообще нет органов. Это дом мертвых. Действительно должно восприниматься очень страшно, когда ты попадаешь в замкнутое пространство, огороженное с двух сторон, по сути, стенами колумбария. И в центре возвышается красная постройка. Белый и красный два основных цвета античности. Древний мир знает три цвета. Всего только черный, красный и белый. Белый не крашеный, черный в саже крашеный. И красный соответственно таких красителей большое количество. с разными оттенками. Вот эта игра с самой архаичной цветовой дамой, она, конечно, придает зданию какую-то значимость, значительность в смысле глубинности. То есть черными здесь, понятно, становятся сами теми. Вот как здание выглядит изнутри. Вот собственно постница. Там тоже даны вот эти квадраты. То есть кубические формы господствуют зданий везде. Просто абсолютно. Вот с такого ракурса вообще очень угрожающе это выглядит. То есть эмоциональная сфера просто зашкаливает. Потому что это просто построек. То есть подобные образы в кино того времени еще не использовались. Я дал отсылку на Арфея как то именно как схожую трактовку эмоций, а не то, что там представлена подобная архитектура. То есть подобная архитектура, попадающая в кинематограф жанра хоррор, она, конечно же, появилась немного больше. сначала в высоком искусстве, потом в искусстве коммерческом и никак не наоборот. Или вот такой искусстве. кубические формы доведены до такого предела, что присутствуют везде. Это и окна, это и само здание такой же формы, двойные кубы, вход в это здание. Вы видите, изнутри оно сплошь пронизано огромным количеством маленьких кубов. Это то, куда они, куда мыслится размещать прах усопших. Ну, задействованы нижние этажи. Пока что мы еще целиком и заполним относительно новое, да, построим 70-е годы. И как оно выглядит в проекте? Смотрите, у него нет крыши, его прорезает насквозь такая же кубическая форма. Более того, если смотреть на это здание из окон трубов, то вы обнаружите все те же самые кубические формы. Открытое кубическое окно и окно поделенное в четыре полета. Вот пролет вверх в небо из самого астралия. окно самого астралия, с которого видна территория кладбища. И вид на космосе. В каком-то смысле казалось бы простая рационалистическая постройка, почти функциональная, она начинает повторять самую себя вне масштаба. куб или квадрат представлен здесь в самых-самых различных апостасах, самых-самых различных вариантов. И неожиданно доведенная до предела, это рациональная постройка, которую можно потрогать, она всего лишь из кирпича сделана, здесь нету никаких хитростей, выходит на уровень идеи самой платоновской формы. Это куб как таковой. Это идея платона в самом высоком понимании этого слова, то есть это здание, которое является не просто кладбищем, а кладбищем по существу. Это архетипическое кладбище, кладбище как таковое. Именно такие постройки всегда интересовали Росси. Если вы посмотрите театр Дель Монда, то произведение, которого к сожалению уже нет, оно не существует, это временная была постройка, то там речь идет о театре по существу. Это театр как таковой, театр вне времени. То здесь идет речь о кладбище или о доме как таковом. Причем доме одновременно и живых и мертвых, потому что любой дом превратится в итоге в дом признаков. Когда Росси рассуждает о том, какой он дом бы хотел построить, он пишет о том, что архитектор должен мыслить, что вот здесь может произойти то-то, вот здесь будут играть дети, и он должен представить себе этих еще не существующих призраков, которых когда-то не станешь. и в данном случае страх, который возникает в качестве базовой эмоции этого произведения, он обращен прежде всего к нам, потому что исчезающая идея времени говорит о том, что каждый живой становится мертвым, и каждый дом живого становится дом мертвеца. Вот еще несколько видов. Как будто абсолютно инопланетный пейзаж, такое впечатление, что это некий античный зажированный мир. Еще поеду параллель с одним художником, на этот раз эпохой до львов, для него античность в качестве знака смерти тоже играла колоссальную народного творчества. И тоже вы видите белые красные цвета в качестве базы, и черные для гроба. Вот как выглядит здание сверху. Оно зажато между двумя стенами колумбариев, которые очень часто сравнивали с нацистскими концентрационными лагелями. Впрочем, учитывая то, что это действительно захоронение и то, что рядом находится еврейское кладбище, в этом не очень удивительно. И несколько деталей. То есть повторение здесь доведено просто до безумия. Повторение стирает саму идею времени. это такие пилоны или колонны тонкие, которые здесь уже выполняют его не как в минимализме, а здесь они не играют со временем, они его фактически стирают, они его обгуляют. И еще несколько достаточно страшных видов. видите, каждый поворот, каждое время года, каждый сезон приносит произведение во свои оттенки. Кстати, об этом же пишет и сам Росси, он говорит, что архитектура то, что играет с двумя значениями слова темпо, и время, и связанное с атмосферными явлениями, то есть погодой. Ну, можно в качестве параллели привести опять Рогинского, это, правда, советский роман, но суть его та же самая. Некоторые философы говорят, что человек боится так встретить призрака, мертвеца, не потому, что, в общем-то, призрака может причинить какое-то время, много что может причинить какое-то влияние, например, подмашин на этом давность. Однако, такая патология, как боязнь автомобиля, встречается несоизмеримо реже, чем боязнь призрака. Боязнь призрака связана с тем, что если мертвый оказывается жив, то каким-то парадоксальным образом это просчитывается на муже мертвый. То есть, если мертвый жив, то живой мертвый. вот это зеркальное восприятие реальности, мне кажется, в этом здании росте, которое напоминает живой дом, а выигрывается просто безумречно. И, наконец, последняя постройка, о которой мы сегодня поговорим, постройка недавнего времени, постройка группы архитекторов, именно им была вручена пельскеровская премия 2017 года. Это архитекторы, которые не работают по отдельности, они в команде всегда все устроили. Так вот, мы рассмотрим их в парк в Испании, парк, который, наверное, полюбится всем годом, потому что это, наверное, самый страшный парк на занятии. Пах. Море камней. Живой неиспанский. Место паха имеет вулканическое происхождение, то есть большое количество камней, это действительно от вулкана плюс туда камни стаскивались, дабы расчистить соседние территории, чтобы там можно было возделывать землю. И было решено правительством региона в том, потому что в общем-то, нужно как-то это место облагородить и создать там парк. Причем парк необычный, а парк, который бы демонстрировал особенность этого места. А место это действительно особенное. И если в первом случае, когда звезда висела над стеной, мы говорили, что над человеком давлела идея блага, где человек по сути исчезал уже, то время, чего это благо изначально мыслилось, уничтожало самого человека и оставалась сама идея как таковая. У Росси была платоновская идея, идея как таковая, идея смерти по существу, идея окончательного предела каждого, даже еще нерожденного. То есть здесь ключевой идеей является идея времени, которая будет отражена в самой разметке этого произведения. Я вам это покажу, когда дойдем до плана. А сейчас посмотрим, как выглядели наброски к этому парку, очень страшному парку. Вот картины. Вот как парк выглядит. Совершенно инопланетное место с очень-очень тонкими пароходами камни отделены друг от друга металлическими конструкциями, которые сознательно специально подвержены эрозии, а не ржавые. в данном случае архитекты строят преимущественно из ржавых конструкций. Именно то есть не за этот парк вручили Бритскировскую премию, но за постройку тоже выполнен из ржавого металла. То есть это такой бочек, визитная карточка своего ворота. Ну вот настоящий пах призваков, пах ужаса, в данном случае ужаса никчемности, визерности человека и всей его истории в сравнении с историей планеты. Ити камни вулканического происхождения, вулканическая активность там была задолго до людей, возможно когда-то этим людям и придет конец благодаря ней. Вы хотели что-то спросить? Да, хотела спросить, скажу, климатические условия Жерона позволяют часто повторять эту картину, то есть мы знаем, что спамя солнечная страна, но здесь мы видим думан, мы видим такое полокусы, такое в этом парке редкое или не хорошо? Дело в том, что я вам сейчас покажу солнечный пример, но правда не совсем солнечный, пока туманно. Фотографии, где бы этот парк функционировал в виде явка, освещенного солнцем, мне в принципе не удалось найти. Так что возможно это специфический ревен, я бы на месте не был. Сказать более конкретно не могу. Но все найденные мои фотографии и на сайте собственно застройщика и на сайте архитекторов с проектами они все вот такие туманные и облачные. Здесь идея конечно возникает еще одна подскудра, которую я чуть позже скажу. Идея заборов. Заборов как-то камер. В живописи мы очень часто можем встретить заборы как границы. По аналогии с стеной, но если стена является границей абсолютной, границей смерти, то забор очень часто отождествлялся с идеями деталитализма, с идеями подавления боли. Вот вы взгляните на план, вы видите, он выполнен в форме песочных часов, где одна часть заполнена камнями, а другая не заполнена. То есть идея времени здесь представлена безупречно. Два треугольника, один полностью завален камнями, а другой является полплощадью свободным пространством, единственное свободным пространством в этом барке. Ну, не думаю, что это сильно хотели архитекторы, но здесь подскудно и видна искаженная свастика. В принципе, это достаточно хорошо коррелирует с идеей забора как таковых. Вот там эти заборы, они еще и грудки специальные, они тут действительно возникают ощущения, я думаю, значительно более страшные, чем мемориали Эйзенмана. Но Эйзенмана это очень благородно, а здесь это уже почти на грани. То есть еще чуть-чуть и это будет просто уже не произведение искусства. Это идея, которую мы будем разбирать в ближайшие разы с вами. Это вот такие произведения искусства будут называться возвышенными. Это не прекрасно. Да, прекрасно это какие-нибудь расстрелевские дворцы. Это прекрасно. Вот это так же как и Роси и МИС то, что мы сегодня с вами смотрели. Это возвышен. И думаю, каждый русский человек знает, что такое заборы в живописи и как они притворялись, потому что в русской живописи это очень знаковая тема. Это и Шагал, где необходимо взлететь, вырваться над этими заборами, и заборы, из которых вырваться нельзя. Это опять же Рогинский. Здесь идея забора подчеркнута многократно, так как она усилена трамвайными путями. Понимаете, трамвай не едет куда хочет, он едет по рельсу, он не может ехать только в одном направлении. Поэтому идея рельс, поезда, трамвая для Рогинского была столь же важна, как идея забора. Это тоже абсолютно возможность двигаться только в определенном направлении и никуда более. С Рогинским на самом деле этот пакт еще в чем-то сходен, так как мы можем сказать, во всем есть отрицание человека, но если мы выйдем за пределы человечества, если мы уйдем по настаивлениям русов в природу, то там-то будет настоящее живое. однако поздние картины Рогинского с таким же ужасом изображают собор из реально растущих деревьев, когда это будет ужасом изображал советские заборы, очереди или закрытую дверь. Самое знаменитое произведение, наверное, вы все знаете красную дверь, она настолько же известна, как куб Малевича, черный квадратный, то есть настоящая дверь красная, которая закрытая, нельзя открыть, абсолютно нельзя открыть, или его стены знаменитые с розеткой, есть просто стена и розетка, собственно, выход-то есть, надо пропасть на самом деле единственная ситуация. Так что здесь это очень коррелирует с идеей Мирогинского, потому что на самом деле это природная ландшафт. То есть вот этот нечеловеческий ужасный отторгающий человека, не могущий его прокормить ландшафт, это ландшафт настоящий, он природный. И здесь нельзя не вспомнить агностических идеях, идеях злого бога, демиурга, который творит человека, чтобы издеваться над ним, идея, которые как раз в советском же искусстве, современном искусстве в российском притворялись многократно. Я, например, слушал такую лекцию замечательную, где творчество Сорокину подавалось в контексте идей мистицизма. Арагинский, Сорокин, это во многом близкие художники, художники большой буквы, нестежие английские. Что за идеи гностические? Когда я попросил одного своего друга, очень крупного специалиста по гностицизму, а сформулировать для студентов в двух словах суть гностицизма, я много знаю о гностицизме, но вот так вам что-бы в двух предложениях не смогу рассказать. Скорее расскажу очень-очень много лекций. А он знал. Он в очень такой манере простой и иногда даже с ненормативной лексикой изъясняющейся, хотя очень крупный ученый. Так я говорил следующее. Представьте себе, что в обезьяну упал Бог. И Богу стрём на обезьян. Вот это идея гностицизма. И невозможность вырваться ни в одну сторону, ни назад в животную, ни вперед в отторжение тела божественного. Вот эта невозможность и есть ключевая доминанта. Вот это и есть страх. Ужас, понимаете, ужас не от того, что что-то нам сможет нам выражать. А ужас от самого факта существования абсолютно такой же как фактор неизбежного его прекращения. Ту же с которой нельзя решить никаким образом. Вот этот ужас, он, конечно, не станциональный ужас. И в этой постройке мне кажется он воплощен настолько сильно, что не нуждается даже в комментариях какие-то. Так как у нас осталось еще пять минут, покажу вам несколько фотографий. Это постройки советские, постройки после Второй мировой войны сооружавшиеся в странах соцблока. Их очень много, они совершенно потрясающие по силе эмоционального заряда. Это не здания, это мемориалы, как правило посвященные либо революционным событиям, либо чаще всего жертвам Второй мировой войны. И вот эти постройки в полном смысле слова тоже отражают идею сверхзавышенной экспрессии в архитектуре. Архитектура становится абсолютно рядоположенной театру, где драма разворачивающаяся перед нами в полном смысле слова захватывает, при том, что это абстрактный произведение искусства. Ну, вот такой из них. Это Хонватия, бывшая Югославия. Это почти ограничится вултализмом, как направление, да, очень страшно и в то же время красиво. это Сербия, огромные каменные нечеловеческие пулаки, причем из земли ростающей. там же вот такой вот памятник. Здесь нет фигуры павших героев, здесь есть очертания ватрущих человека. Это как бы не просто человек, да, это не просто убитый, это миллион. И замечательный немориал Сербии, которого я поставил в качестве заставки к сегодняшней презентации. Тоже уникальный совершенно памятник, на мой взгляд. Это с одной стороны пробитая стена, та самая, изображал мисс Вандерой, да, которая пришла в движение. Но эта стена пробитая, не смогу. она стоит. Это одновременно и скорбь, это одновременно и ужас, и плач, и в то же время это сохранение своей функции. То есть стена по-прежнему заширена. Так что архитектура в 20 веке приобретает совершенно колоссальный новый статус, статус ярко зашкаленных эмоций, того, что может демонстрировать ярко зашкаленные эмоции. И в этом смысле то, что архитектура становится книгой, которую можно читать справедливо, и даже в том, что архитектура становится не просто текстом, даже драмой, пьесой. Она разыгрывается как некая сцена, это уже не роман, это уже не поэзия, как булл, руси, а это именно драма, это театр. наверное, именно с этого времени архитектура впервые становится произведением искусства по существу как таковым. не случайно архитектура повторюсь, сейчас является наверное единственным видом искусства, где самые яркие, самые радикальные инновации приветствуются и воспринимаются широкой публикой очень позитивно. В то время как в других видах искусства инновации ну, мягко говоря не приветствуются. Все есть и переводить с других видах искусства на архитектуру все хотят жить в хрущевках. Все хотят смотреть такое же кино, все хотят смотреть слушать такую же музыку, читать такие же романные стихи, но архитектуру хотят какую-то новую. То есть есть фотография она является отличительной, она является памятью мест. У нас обязательно будет одна лекция посвященная идее следов как такового. Что такое след как философская память. Итак, у меня на сегодня все. Есть вопросы по сегодняшней лекции? Нет? Тогда до следующего раза. Всего до 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 Продолжение следует...